Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Апостол Павел, например, говорит, что есть бесчинные люди у вас. Здесь мы проводим лексический анализ. Кто такой бесчинный? Помните, может быть, это слово? Буквально оно означает человека, который вышел из строя. Солдат вышел из строя. Он нарушил порядок. Бесчинный – это недисциплинированный член церкви. Может быть, он постоянно опаздывает на собрание. Ну, это тоже какая-то уже, но бесчинность. Это уже нехорошо он делает. Есть малодушный. Малодушный – тот, который сильно беспокоится об умерших, о том, будет ли он готов, будут ли родственники со Христом. И он так теряет от этого радость спасения. А есть слабый. Слабый – тот, который себя, может быть, не может контролировать, вести и управлять собой. И мы можем, кстати, вот здесь составить несколько таких планов проповедей на основании этих текстов. Возьмите 11-14 стихи. Есть у вас с собой Библии, да? Можно предложить пару таких мыслей, хотя бы начальных мыслей, о чем бы мы проповедовали. Жизнь в церкви. Как нужно жить в церкви? Я здесь два таких варианта предложил бы. Первый – план составлять, исходя из объектов действия. То есть, в 11-м стихе, с 11-го по 14-й, вы находите разных людей. О разных людях говорится. О каких там людях говорится? Посмотрите. 11-й стих. Почему возлюбленные там? Вещевайте друг друга. Друг друга. То есть, первое здесь говорится обо всех. Первое – жизнь в церкви. Друг друга. Что мы делаем в отношении друг друга? Назидаем один другого. Следующее. О ком там еще говорится? 12-й стих. Трудящие. Предстоятели. Это кто? Пасторы. Может быть, там, якоины, служители. Те, кто предстоят перед нас. А что нужно с ними делать? Уважать. Уважать. Друг друга наставлять, вразумлять. Пасторам уважать. Дальше. О ком еще говорится? И также там почитать их. Почитать их тоже, да. Между собой. Следующее. Будьте в мире между собой. Между собой. Опять друг с другом. Хранить мир. Поддерживать друг друга. О ком еще там идет речь дальше в следующих стихах? Обещенных. 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 Что надо делать? Вразумлять. Я бы так даже назвал это. Я бы здесь на три пункта поделил проповедь. Первое такое, я сказал бы, отношение друг к другу. Второе. Отношение к вышестоящим. Ну, пасторам, служителям. И третий пункт, я бы назвал так, отношение к группе риска. Ну, такое слово может быть вспоминное. И туда внес бы таких людей, как бесчильные. Что с ними нужно делать? Разумлять. Молодушные. Поддерживать. Утешать. Утешать. Слабых. Поддерживать. И затем, как бы, итог. Как заключение. Со всеми будьте терпеливы. В церкви надо много терпения. Там такие люди собрались. Да там мы собрались. Мы там в церкви. Надо терпеть. Вот у меня вопрос по поводу бесчинный. Допустим, это же синоним слова безответственное, да? Или... Ну, здесь больше говорится, бесответственный это человек, который, скажем, может что-то не сделать. Допустим, ему поручили, он этого не сделал. Но бесчинный это тот, который что-то делает. Это более активное слово. То есть, он делает что-то не так. Что-то делает не то. Например, в первом послании к Фессалоникийцам бесчинный это буквально интересно в греческом слово такое «атактус». А тактичный слово, знаете, есть в русском. А там «а» это отрицание. Это не тактичный человек. Это человек грубый, который грубо говорит, который грубо поступает. Похожие слова. Я думаю, что... Если, допустим, в проповеди вместо этого слова применить там синоним какой-то, разобрать это слово как наиболее подходящее. И в проповеди возможно применить не слово бесчинный, потому что мало кто его понимает, а подобрать просто такое слово, которое более-менее соответствует. Я согласен, потому что часто мы в проповедях употребляем слова, которых люди не знают. Мы, например, обличаем грех бесчинства, а люди не знают. А в чем мы их обличаем? Например, слово недисциплинированное можно использовать. Отсутствие дисциплины какой-то. Ну, я думаю, будет правильно. Или, ну, в фессалоникийцах кто были эти бесчинные? Люди, которые не работали. Хотели жить за счет других и ожидали пришествия. Но слово недисциплинированный, нетактичный, допустим, беспорядочный, безответственный. То есть это допустимо? Да, я думаю, допустимо объяснять. Более применение таких людей надо вразумлять. А что, если человек постоянно опаздывает? Или там выходит, или шумит, или там человек вместо того, чтобы сидеть в зале, там проводит время в холле, дома молитвы, не хочет нормально сидеть в зале и слушать, порядок вести. Да, это разумно. Спасибо. То есть здесь может быть план проповеди составлен по объектам действия, а можно сделать второй план проповеди, исходя из глаголов. Вот вы видите там, какие глаголы есть, вот в этих отрывках. Допустим, первое, увещевать и назидать. Кого? И мы там находим. Друг друга. Друг друга. Уважать и почитать. Предстоять. Предстоять. Вразумлять. Бесчинных. Бесчинных. Утешать и поддерживать. Слабых. Слабых. Любить, помогать и так далее. То есть можно построить план проповеди на объектах, скажем, и говорить о разных группах в церкви и о том, что с ними делать. А можно построить на глаголах. И тогда на глаголах мы будем говорить о том, что делать и потом с кем это нужно делать. То есть у вас могут быть разные планы проповеди о том, как жить в церкви. Как должна строиться жизнь в церкви. И сейчас мы переходим к последнему отрывку. Ну, я уже не буду говорить, это вопрос экзодезы. Такие тексты там есть, скажем, как о собрании церкви. Апостол Павел дальше говорит, там, духа не выищевайте, пророчества не уничтожайте. Я думаю, что здесь речь идет, ну, многие толкователи считают, что речь идет о проповеди, скорее. Ну, о выражении о том, что человек провозглашает волю Божию, как пророчество. Потому что фессалоникийцам, может быть, некоторые верующие беспокоились, что, скажем, ну, человек пророчествует и сатана может подделать пророчество. И потом они думают, ну, а тот человек на самом деле от Бога говорит или не от Бога? И это могло привести к угошению огня духа. Они сказали, ну, не надо нам тут пророчеств, не надо нам говорить, неизвестно от кого ты говоришь. И апостол Павел говорит, перестаньте относиться к пророчеству с презрением. Но, скорее, и многие толкователи здесь понимают под этим проповедь, провозглашение истины. И Хендриксон, один толкователь, обращает внимание на этимологию слова пророк. Он говорит, что слово «профетес» в греческом «пророк» буквально означает «говорить от лица кого-либо». Или «говорить за кого-либо». То есть пророк – это тот, который провозглашает волю Божию. Он говорит от имени Бога. И всякий проповедник, который говорит, выходит и провозглашает на основании Библии волю Божию, он говорит от имени Бога. То есть вы, по сути дела, пророки. Есть специфическое значение этого слова, предсказание будущего. Ну, это одна из форм. Даже в так называемых книгах пророков не все относится к будущему. Многие к настоящему, к прошлому и так далее, вы знаете. Поэтому апостол Павел говорит, что не надо уничижать проповедь, пророчество и провозглашение воли Божией. Пророчество, здесь момент. «Ль うн – у Клали. у Луны». Пророчество, прощается. У лук. Субтитры сделал DimaTorzok